МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неправильно установленное оборудование влечет печальные последствия. В Баба-Юрте от отравления угарным газом два человека погибли, двое госпитализированы. Самоубийство или смерть от пыток? Вопросов много, но внятных ответов пока на них нет. Уроженец Дагестана был найден мертвым в Волгоградском СИЗО. Подробности через несколько минут. Одно латают, другое течет. Целый месяц жители нескольких сел Магарамкенского района жили без воды и не могли добиться от властей помощи в решении их проблем. Как сейчас обстоят дела у селян, смотрите в итоговом выпуске. Подтопление квартир нечистотами, зловоние и, как следствие, инфекция. К сожалению, есть те, кто вынужден жить в таких условиях. Речь идет о жильцах дома номер 11 по улице Камаева в Махачкале. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. Новый сезон с боевым настроем. Дагестанские борцы готовятся к гран-при Ивана Ерыгина. Какие цели ставят перед собой наши спортсмены, расскажем в спортивном блоке. Обо всем этом и других событиях недели расскажем в итоговом выпуске «Новости Дагестан». В студии Зухаралиева. Здравствуйте. Начнем с работы по противодействию терроризму в республике, которая имеет в последнее время тенденцию к нормализации. Об этом было сказано на совещании по итогам деятельности антитеррористической комиссии за прошлый год. Это результат согласованных действий и эффективной работы силовиков, органам государственной власти, общественных организаций и религиозных объединений, подчеркнул глава Дагестана Сергей Меликов. Но несмотря на стабилизацию обстановки, в регионе продолжают сохраняться предпосылки к формированию новых групп из числа сторонников радикальных взглядов. По мнению Меликова, ситуация требует постоянного совершенствования работы, выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз. По мнению Меликова, ситуация требует постоянного совершенствования работы, выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз. Но, как показывает практика, угрожать жизни и здоровью человека может и, казалось бы, на первый взгляд, обычное бытовое оборудование. От отравления угарным газом в селе Баба-Юрт в доме на улице Первомайске погибли две женщины. 26-летний мужчина и его двухлетний ребенок госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Предварительная причина утечки – неправильная установка газового обогревателя. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Погибли мама и тетя двухлетнего малыша. Прокуратура республики проводит по данному факту проверку. А вот в Волгоградском СИЗО погиб 22-летний уроженец Дагестана Равиль Расулов. 17 сотрудников изолятора, где был найден мертвым молодой человек, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает председатель Волгоградской областной думы Александр Бложкин. Текст его ответа у себя в Инстаграм разместил депутат республиканского парламента Симбулат Магомедов, который в ноябре прошлого года с группой депутатов Народного собрания обратился к Бложкину с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти дагестанца. Напомним, Расулов, которого обвиняли в вымогательстве, за несколько дней до смерти был переведен в СИЗО-1 в Волгограде из областного СИЗО-4. По официальной версии, заключенный умер в результате суицида, однако мать покойного утверждает, что на теле сына имели следы пыток. На запрос дагестанских коллег Бложкин также сообщил, что уволен заместитель начальника СИЗО-4 Волгоградской области, откуда был переведен Расулов, а начальник СИЗО-1 Волгограда подал рапорт на увольнение. Правовую оценку действиям сотрудников следственных изоляторов даст Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области, добавил глава областной думы. В прошлом году на дорогах республики в результате ДТП погибло 307 человек, более тысячи пострадали. При этом есть всего лишь небольшая динамика снижения количества аварий по сравнению с 2020 годом. Эти и другие данные статистики были озвучены на конференции начальника республиканского ГИБДД. 1384 дорожно-транспортных происшествия, это снижение на 4% к прошлому году, в которых погибло 307 человек. Чуть менее 3% снижения. Ранено 1918 человек, тоже чуть менее 3% снижения. То есть вы понимаете, да, что там хвастаться какими-то достижениями в плане улучшения ситуации в республике Дагестан не приходится. Самое, на мой взгляд, главное, на что вам надо обратить внимание в этом году, это аварийность с участием детей. 162 дорожно-транспортных происшествий, где 13 несовершеннолетних погибло. Ранено 180 несовершеннолетних. Это очень много, на мой взгляд. Да и думаю, на ваш тоже. На встрече с журналистами главный госавтоинспектор остановился и на изменениях в законодательстве. Теперь злостным нарушителям правил дорожного движения грозит не только внушительные штрафы, но и реальный тюремный срок. В группе риска водители, которые уже дважды были привлечены к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и значительное превышение скорости. Такое. Появилась статья 264 Прим-2, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение ПДД для водителя, которые уже дважды подвергали административному наказанию и дважды лишали права управления. Если человека уже судили по новой статье, а он снова выехал на встречку, значит, естественно, наказание уже стачается. Значит, как будут наказываться? Первая судимость по статье 264 Прим-2 – это штраф от 200 до 300 тысяч, или в размере зарплаты иного дохода за период от года до двух лет. Повторная, если судимость по 264 статье, штраф от 300 до 500 тысяч и доход, лишение дохода от двух до трех лет. Значит, также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы сроком до трех лет, принудительные работы сроком до двух лет. При повторном, принудительные работы на сроком до трех лет, лишение свободы на срок до двух лет. Уже, можно сказать, непрерывно приступили к новым задачам. К другим темам. Почти месяц жители пяти сел Маграмкенского района жили с надеждой, что злополучный водовод, на котором произошла авария в начале декабря, наконец починят. Пока ремонтные бригады устраняли одну протечку, на другом участке труба снова давала течь. Жители села Гильяр даже выходили на стихийный митинг и требовали от властей реакции. Проблему с выездом на место изучил Карим Даниев. Ему слово. Трубу вроде заменили, течку вроде как тоже устранили, но жители селений Гильярма Гарамкенского района недолго радовались воде в кранах. Спустя пару дней после широко анонсированного местными властями ремонта водовода Джипель-Гобцах, труба снова дала течь. Сразу в нескольких местах. После каждого запуска воды, после ремонта, на следующее утро прорывает. Вот новая труба, новый участок. Стык за стыком. И это пятый раз уже прорывает за последний месяц. Как закончат, пустят воду, утром нет воды. Вот такая картина. Поэтому мы, здесь 15 тысяч человек района, остались без воды. Аварийные бригады просто не успевают реагировать на все случаи. Пока чинят одно, ломается другое. И так почти месяц. Терпение местных жителей на исходе. В садик дети ходят, родители с баклажкой воды, чтобы их дети там руки мыли, это все, эти дела. Почему даже эти садик, почему туда воду не привозят? Говорили, что здесь к нам в село привозят воду, воду раздают людям. Нету такого ничего. Вот здесь народ есть. Есть такое, что нам здесь воду раздавали? Нету, нету. Не было никогда здесь ежедневно 120 детей, младших классов, с первой по четвертой, питаются, руки, где моют. Трубу прорывает с завидным постоянством. Местные депутаты обращались с проблемой не только в администрацию района, но и в различные инстанции. Я как председатель сельского собрания был лично в Роспотребнадзорах Агрангельского района, написал личное заявление, оставил там собственноручно. Никакой реакции не последовало. Мы были в прокуратуре, принял наш помощник прокурора. Это все какая-то рутинная работа, понимаете. Одновременно народ без воды. Этот вопрос не решается. Там вопросы можно бюрократически решить долго, а народу надо дать воду. Этот вопрос самый главный. Поэтому мы вынуждены были сегодня собраться и высказать свое мнение вот таким публичным образом. Замены многострадальной трубы здесь ждали давно. Обращений по этому поводу в администрацию района официально направлялись с апреля 2021 года, но к работам приступили почему-то только в декабре. Приехали министры, приехал глава района и решили посреди зимы морозов заменить эту трубу. Это неправильный был подход и нельзя было в 10 градусов мороза начинать такие работы. И народ оставили без воды. И вот в том, что мы видели, в этой грязи. Основная проблема, казалось бы, небольшой участок 300 метров трубы. Да. Ее нормально сделать не получается сейчас? Не получается, потому что эта труба, все 300 метров, ни один день даже не выдерживает того давления, которое создаётся в этой трубе. Хотели как лучше, но получилось хуже некуда. Долгожданный ремонт водовода, проложенного еще в 60-х годах прошлого века, принес местным жителям кучу проблем вместо облегчения быта. Люди говорят, что всё дело в тонкостенной трубе, которая непригодна для большого давления воды. В администрации Магарамкенского района ситуации тоже обеспокоены. Во всяком случае, в телефонном разговоре с нами замглавы не исключает, что трубы могли быть и бракованными. Новая труба не должна так пропускать воду. Уже связались с заводом изготовителей, вызвали их представителей позавчера. Сегодня вот с утра мне доложили, что представители завода, изготовителя труб уже на месте. Они посмотрят работу, если трубы некачественные, уже они обязуются поменять на новые трубы и ликвидировать всю вот данную проблему, которая получилась в связи с заменой труб на этом участке. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Ну а пока тысячи жителей пяти сел Магарамкенского района остаются без постоянного водоснабжения. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Магарамкенский район. Спустя несколько дней после выхода в эфир на нашем канале сюжета о проблеме с водоснабжением в Магарамкенском районе. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Ремонтные работы на водоводе завершены. Подача питьевой воды восстановлена в тестовом режиме. Об этом сообщили в местной администрации. На место ремонта были приглашены представители завода-поставщика труб для выявления причины постоянного прорыва. И вот спустя несколько дней власти заявили о том, что проблема решается. И более того, вопрос находится на контроле у руководства республики. А вот у жителей дома по улице Камаева проблема другого характера. Люди устали от бесконечных зловонных потопов и просят власти и коммунальные службы обратить внимание на плачевную ситуацию. Вот уже несколько лет они не могут найти того, кто помог бы им избавиться от регулярных подтоплений возле подъезда и зловония, проникающего даже сквозь окна. На место выехала наша съемочная бригада. Слово Лориане Шамхалаевой. Надо насосную станцию привести в порядок. Вот это, извиняюсь за выражение, ***, я нюхал 34 года. Вот с торца наводнение мочой и все это было. Вот этот приемный колодец, куда подключены все здания, которые новый город, весь, можно сказать, все здания, которые там новые построены. Отсюда вода не уходит, потому что насосная станция не успевает. Там один насос всего работает. Именно так описывают свои беды жильцы дома номер 11. По их мнению, с потоком сточных вод не справляется насос, из-за чего вокруг дома образуется подтопление до первых этажей. Кроме того, оказалось, что к данному канализационному коллектору подключены еще несколько домов. У нас дома, которые на сегодняшний день, с 2008 года я здесь живу, у нас была отдельная канализация. Вот как эти дома построили, как эти дома подключились, у нас идет уже наводнение здесь. Как дожди начинаются, уже все у нас зато. Мы не можем уйти. Мы против, чтобы они подключались к нашему дому. В прошлом году, когда дожди были, вызвали пожарные машины, все здесь присутствовали, люди администрации. Никогда, то есть они не смогли укачивать, так же и оставились они. По словам прибывших на место представителей горводоканала, подотчетные им объекты находятся в исправном состоянии. И коллектор выдержит подключение еще как минимум 10 многоэтажек. А подтопление вокруг дома номер 11 происходит лишь во время обильных осадков. Подтопление подвальных помещений в доме Камаева 11 происходит. Во время обильных проливных дождей выпадает большое количество осадков. Здесь, на данной территории, вблизи этого дома, в микрорайоне в этом нет, отсутствует ливневая канализация. В связи с чем, в связи с чем, эти все стоки, дождевые стоки, ливневые, попадают в канализационный коллектор хоз бытового назначения, который не рассчитан принимать дождевую воду и ливневые стоки. Этот существующий коллектор диаметром 1200 мм, он рассчитан на прием стоков хоз бытовой канализации объемом 530 кубов в час. 530 кубов канализационных стоков он принимает в час. Диаметр его позволяет еще на ближайшие 5-10 лет подключать сюда многоквартирные дома и сбрасывать хоз бытовую канализацию. Но не сбрасывать ливневые, дождевые стоки. На сегодняшний день подтопление, подтопление, ну сухая погода, вот жильцы вам говорят, что подтопление многоквартирного дома, подвала не происходит и стоки наружу не выходят. Знаете почему? Потому что туда на сегодня не попадают дождевые, ливневые стоки. Если бы сегодня был дождь, дождливая погода, обильный дождь выпал, то мы бы там увидели следующую картину, что коллектор наполнился и работает подпором. Споры жителей и коммунальщиков порой переходили на эмоции. Представители горводоканала предложили людям обратиться в администрацию Махачкалы, чтобы рассчитать диаметр ливневки, необходимый для данного дома, согласно его площади. Решение данного вопроса, обратиться, коллективное обращение жильцов этих многоквартирных домов, в администрацию города и в ЖКХ с вопросом решить проблему отсутствия ливневой канализации. Ливневая канализация никакого отношения к организации Махачкала водоканал не имеет. Мы не можем решить этот вопрос, потому что это не в наших компетенциях. Пусть обращаются в администрацию города и в управление ЖКХ. И они уже пусть выходят на место и решают эту проблему. Организация Махачкала водоканал заинтересована скорейшим решением этой проблемы. Объясню почему. Потому что это все доставляет нам неудобства. Затапливает наши коллектора. Вместе с дождями туда и затекает песок, ил, грязь, все, что находится, и, можно сказать, камни, щебень, все затекает в канализационные коллекторы. Мы сами страдаем периодически. После таких дождей нам приходится вынужденно проводить внеплановые работы по очищению этих коллекторов. Это очень сложная работа, потому что коллекторы находятся на глубине 4,5-5 метров. По словам жителей, коллективные обращения они писали не раз и во многие инстанции. Но вопрос никак не решается. Канализационный коллектор как переливался, так и переливается. И, видимо, терпеть это жильцам дома номер 11 по улице Каммаева придется еще долго. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Остается надеяться, что после выхода в эфир сюжета проблема жильцов дома номер 11 по улице Каммаева все-таки решится. Благо, не везде все так плачевно. За два года в Дагестане отремонтируют более 250 школ. На это потратят более 6,5 миллиарда рублей. Об этом говорили на совещании в правительстве республики. Кап-ремонт планируют провести в 40 муниципалитетах. Средства из федерального бюджета будут поступать частично. В этом году выделят чуть более 4 миллиардов рублей, а в следующем 2,5. Глава Кабмина региона Абдулпатах Амирханов обратил особое внимание на необходимость своевременного заключения контрактов по объектам. Как отметил премьер, процедура должна быть завершена к середине марта. Сергей Меликов на неделе наградил Германа Кириленко орденом за заслуги перед Республикой Дагестан. Глава региона посетил Каспичанина, советского российского ученого, доктора военных наук, генерал-майора, поздравив его с днем рождения в день его 85-летнего юбилея. Вам огромное спасибо за то, что вы нам дали прекрасных учителей, которые позволили нам каких-то высот добиться в жизни. Поэтому позвольте. Спасибо. Орден за заслуги перед Республикой Дагестан. Спасибо большое. Очень тронут. Но это указ, вы его считаете нужным? На почетном месте буду обязательно. Герман Васильевич Кириленко, профессор, член Союза писателей России, автор многочисленных публикаций и книг. Одним из популярных его изданий является книга «Рассекриченный город». В этом году к трем юбилейным датам 90-летию завода Дагдизель, 75-летию Каспийска и 300-летию Каспийской флотилии писатель планирует выпустить вторую часть книги о родном городе. В России отметили День печати. Поздравления на неделю принимали все сотрудники СМИ, для которых главная цель – чтобы читатель и зритель всегда был в курсе событий. Торжественное мероприятие прошло и в Дагестане в Большом зале Русского театра. Отличившиеся корреспонденты и редакторы республиканских газет, телеканалов и интернет-изданий получили почетные грамоты и награды от Минпечати региона. Всего отметили порядка 20 человек. В федеральном повестке есть еще одна хорошая традиция. 13 января там вручается премия правительства Москвы, отличившаяся журналистам за отдельные интересные проекты. Я думаю, что еще одна хорошая традиция будет, если и мы на этой сцене 13 января будем вручать премию правительства Республики Дагестан нашим известным, знаменитым журналистам. Я думаю, что если мы вместе возьмемся за это дело и учредим такую премию, обратимся в соответствующие органы, в следующий праздник, в следующий 13 января мы будем отпечатывать уже новые традиции. Я думаю, что невозможно сегодня представить жизнь весь средств массовой информации. Очень хочу, чтобы именно здесь, в этом зале, мы бы начали совершенствование, улучшение деятельности СМИ в самое ближайшее время. Спасибо вам и всего доброго. Среди награжденных был и наш коллега, корреспондент программы новости ННТ Курбан Рагимов. В ноябре прошлого года он стал победителем Всероссийского конкурса спортивной журналистики. В этом году Союз журналистов Республики учредили новую премию «Легенда журналистики». В этой номинации наградили 6 человек. Вечер завершился праздничным концертом. И в завершении выпуска о спорте. Дагестанские вольники готовятся к гран-при Ивана Ерыгина в Красноярске, который состоится в конце января. В составе все лидеры команды, в том числе медалист Олимпиады в Токио. Как настроены и какие цели ставят перед собой наши спортсмены, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. После игр в Токио не прошло и полугода. На дворе уже новый олимпийский цикл. Самый короткий в истории. Заур Угуев нацелен на Париж. После яркого и тяжелого сезона чемпион отдыхал три месяца. Теперь пора начинать все сначала. Первый месяц прошел. Честно сказать, желание появилось. Я начал бегать. Потом бегать. Только начал на ковер уходить. И уже пошли встречи. И вот так это все застанилось. А сейчас желание есть. Я молодой, 26 лет. Мне всего лишь. Думаю, как минимум еще на один цикл побороться. Полным ходом начинаю уже готовиться в Париж. Две тренировки в день с прицелом на чемпионат Европы. Новый сезон увольников по традиции стартует с Ярыгинского турнира. Соревнования в Красноярске послужат главным этапом отбора в национальную команду. В столицу Сибири отправится десант из 50 борцов. Перед ответственным турниром команда проводит уже второй сбор. На базе в микрорайоне Караман работа в основном проходит на ковре. В программе отработки приемов и тренировочные схватки. Все хотят бороться, все хотят выигрывать. Основная команда у нас есть. Плюс мы подключили уже молодых. У-21 и У-23 ребят. Они тоже. Это раньше у нас такого не было. Практики не было. Да, мы так могли, они прийти с нами потренироваться. А сейчас они полноценно со сборной командой тренируются. Молодежь всегда дышит старшим спину. Поэтому они готовятся. Я вижу, они хотят догнать. Очень даже тренируются хорошо. Берут пример со старших. Не хотят не отстать от старших. Вот это все есть. Сохраняя прежний настрой и мотивацию, олимпийцы, чемпионы мира и Европы идут за новыми титулами. В обойме все лидеры. Многим из этих вольников в Красноярске придется выявлять сильнейшего в очных встречах. Команде уверены, здоровая конкуренция – это и есть двигатель прогресса и мастерства сборной Дагестана. Даша, наверное, мотивирует стать олимпийским чемпионом. У меня есть цель. Надо тренироваться, идти к мечте. Но все для этого тренируются. У нас внутри братская атмосфера. На ковре 6 минут придется выложиться, потому что каждый хочет выиграть. И уступать никто не собирается. На ковре будем бороться, а после ковра пожмем руки. Как были братьями и друзьями, вот так и останемся. Тренировки на базе в Карамане продлятся две недели. Турнир в Красноярске стартует 26 января и продлится до конца месяца. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Вот такой была уходящая неделя. Смотрите нас также на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. До встречи.